МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости Анапа. Регион. С последними событиями курорта вас познакомлю я, Ольга Жмак. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных его темах. Мы однозначно справимся со всеми задачами, которые перед нами стоят. Общественный совет. В отделе МВД России по городу Анапе состоялось первое заседание нового СССР. Там нет ни туалета, ни воды, ничего. Как они обслуживают? История с душком. Наша съемочная группа узнала, как реализуется рыбная продукция на нескольких торговых точках Анапы. Мы настроены серьезно, готовы на победу. Только золото. Анапские волейболистки заняли первое место в соревнованиях на Кубе губернаторов в Белореченске. В Анапе сформирован новый состав общественного совета при отделе МВД России по городу-курорту. Накануне состоялось первое заседание созыва 2022-2025 годов. Как показала практика прошлых лет, общественники оказывали полиции содействие в решении различных вопросов, в том числе профилактики преступлений и правонарушений. Представители общественных организаций, адвокаты, руководители образовательных учреждений, анапские журналисты. Именно они вошли в состав общественного совета при отделе МВД. Созыв 2022-2025 годов насчитывает 16 человек, неравнодушных к судьбе курорта. Вообще город Курорт-Анапа – один из городов в крае, который характеризуется социально-экономической стабильностью. В то же время это район со сложной оперативной обстановкой. Вы знаете все события, которые происходят в стране. И вы знаете, какая нагрузка лежит сегодня на город Курорт-Анапу. Мы принимаем достаточно большое количество вынужденных переселенцев с территории Российской Федерации и других субъектов. Ни на секунду мы не забываем, что мы курортный город, и впереди и курортные сезоны, и новогодние праздники. Мы уверены, что еще состав отдела вместе с вами, с общественностью, с теми людьми, которые неравнодушны к безопасности города, мы однозначно справимся со всеми задачами, которые перед нами стоят. Как показала практика прошлых лет, члены общественного совета оказывали полиции содействие во многих вопросах. Например, профилактики преступлений и правонарушения, а также осуществляли общественный контроль деятельности органов внутренних дел. На заседании был выбран председатель совета, им стала Альбина Николаева, ранее служившая в полиции. Все мы будем стараться, чтобы жизнь в нашем городе была более комфортной, более безопасной. Надо как-то все-таки к себе подтягивать подростков, потому что на сегодняшний день это один из факторов риска, скажем так. На заседании его участники утвердили регламенты кодекс этики, сформировали профильные комиссии и определили направление их деятельности, а также обсудили другие вопросы обеспечения деятельности совета. Никита Бойко, Ксения Сипко, Антон Чистяков. Анапа. Регион. Страхование жизни и имуществом – вопрос, который многие россияне откладывают в долгий ящик. Зачастую граждане даже не интересуются стоимостью этой услуги, хотя на деле суммы страхования незначительны. Особенно сейчас, перед Новым годом, когда многие фирмы запускают акции. Период новогодних праздников – это период повышенной опасности для имущества граждан. В эти дни наше население активно пользуется пиротехническими средствами. К сожалению, не все в этот момент отдают себе отчеты о своих действиях. Причем речь идет не только об индивидуальных домовладениях, но и о многоквартирных домах. Одним из способов защитить себя от последствий таких событий является страхование своего имущества. Хочется в очередной раз порекомендовать нашим телезрителям задуматься о вопросе страхования. И начать бы я рекомендовал с посещения офиса страховой компании. Нужно понять, какие продукты на рынке есть, чем они отличаются друг от друга и самое главное, сколько это стоит. К тому же в некоторых страховых компаниях сейчас проводятся акции, по которым можно застраховать свое имущество со значительной скидкой. Один пример у нас был как раз в прошлом году после новогодних праздников. Нам позвонил клиент и попросил застраховать ему дом. Мы, конечно, эту просьбу выполнили, но поинтересовались у клиента, в связи с чем он принял такое решение. Он нам сказал, что в новогоднюю ночь он вышел на улицу и увидел, как одно из пиротехнических средств не сработало, как положено, в воздухе, а благополучно опустилось к нему на крышу, где и начало гореть. К счастью, тогда нашему клиенту удалось ситуацию предотвратить, но для себя он принял решение, что лучше быть застрахованным. Покупка дешевой рыбы на улице может стать причиной серьезной болезни. В Анапе с начала зимы начали появляться торговые ларьки с морским лакомством. Только вот не все продавцы соблюдают санитарные нормы и правила. Подробнее об этом в репортаже Никита Васюхина. Селедка, скумбрия, хамса и другая рыбная продукция на уличных торговых точках сегодня доступна каждому анапчанину. Только вот несоблюдение продавцами санитарных правил может обернуться для покупателя печальными последствиями. На один из таких ларьков уже которую неделю жалуются местные жители. Там нет ни туалета, ни воды, ничего. Как они обслуживают? Специально подходила, смотрела, как она обслуживает. Сидит, обслуживает. Когда возьмет кулек, когда нет. Там не помыть руки, ничего, даже рыбу взять. Не знаю, не убраться, ничего. Для того, чтобы разобраться в этой ситуации, наша съемочная группа решила проверить, как реализуют продукцию. Первый ларек по улице Астраханская находится прямо возле проезжей части, а рыбу раскладывают на открытом воздухе. А вот на второй торговой точке, на Амельково, ситуация еще более плачевная. Увидев камеру, продавец оставила свою работу и куда-то ушла. А на продукции вместо ценников сидят огромные мухи и стоимость рыбы не называют. Есть у нас ряд ярмарок, на которых неоднократно нарушаются требования постановления при организации данных ярмарок. На данных ярмарках есть нарушения элементарные, которые могут увидеть каждый гражданин. Это отсутствие форменной одежды, отсутствие кассовых аппаратов, отсутствие холодильного оборудования, товарного соседства, запахи. Экспертную оценку торговых точек проведут специалисты Роспотребнадзора. Управление потребительской сферы рекомендует жителям и гостям курорта покупать рыбу и морепродукты только в магазинах или специально отведенных рынках, а также интересоваться сроками и условиями хранения. Никита Васюхин, Михаил Попов, Анапа-регион. И новости спорта. Анапские волейболистки, которые занимаются в спортивной школе «Олимп» поселка Виноградный, сегодня завоевали золото на крупном турнире на Кубок губернатора Краснодарского края. Он проходил впервые в городе Белореченске. Наша съемочная группа встретилась со спортсменками. 2022 год для воспитанников спортивной школы «Олимп» стал рекордным по количеству побед. Сегодня в Белореченске завершился турнир по волейболу на Кубок губернатора Краснодарского края. Он проходил впервые и объединил самых сильных. Наша съемочная группа накануне отъезда узнала у девушек, с каким настроем едут на соревнования. Мы считаем, что каждая команда на этом турнире будет сильная. Нужно выложиться максимально. Там не будет слабых команд. Мы с девочками, получается, завтра уезжаем. Мы настроены серьезно, готовы на победу. Весной анапчане в составе сборной Краснодарского края стали серебряными призерами первенства России. Этот результат впервые был достигнут воспитанниками «Олимпа». В пляжном сезоне отличились девушки. Выиграли везде, где могли – первенство края и ЮФО. Появилась и чемпионка России по пляжному волейболу. Такого результата также не было никогда. Осенью прошли финалы первенства края. Парни стали серебряными призерами, а девушки – чемпионками. Мы неоднократно уже выигрывали первенство Краснодарского края, первенство ЮФО. Мы недавно приехали с Волгограда. Мы заняли там первое место. И в феврале у нас финал первенства России. На базе волейбольной команды спортшколы «Олимп» сейчас формируется сборная края. Ее представляет Ольга Чичинова. Тренер с гордостью рассказывает о победах своих воспитанников. Братикова Полина у нас буквально на этой неделе дебютировала в Суперлиге. «Динамо-Краснодар» тоже такой очень достойный результат. В принципе, это первый ребенок из нашей спортивной школы, который добился таких высот. Надеюсь, что дальше у нее будет тоже складываться все лучше и лучше. Кроме того, воспитанники «Олимпа» Павел Чичинов и Ярослав Мирошниченко играют в составе команды «Высшая Лига Б» и одержали первую победу в сезоне. Успешный спортивный год подходит к концу, и впереди новые победы. Ольга Жмак, Михаил Попов, Анапа. Регион. Анапский хлебокомбинат был удостоен знаков качества, 100 лучших товаров и сделанных на Кубани. Предприятие – одно из городообразующих на нашем курорте. Сейчас в цехах производят хлебобулочные и кондитерские изделия нескольких видов. А в магазинах комбината всегда можно найти свежайший хлеб и торты на любой праздник. Свежеиспеченный хлеб с золотистыми боками, булочки с маком и фруктовой начинкой, слойки с повидлом, сладкие корзиночки и роскошные торты – все это ассортимент магазинов Анапского хлебокомбината. Уйти с пустыми руками не получится. Качество порадует даже самого притязательного гурмана. «Покупаю здесь хлеб, потому что он свежее и без посредников». Сердце хлебокомбината – производственный цех. В прошлом году предприятие приобрело полуавтоматизированную линию «Фрич» по разделке слоеного издобного теста. С помощью аппарата производят четыре вида слоек – завиток, гребешок, миндальную и с клубникой. А благодаря прошедшей накануне реорганизации хлебокомбинат планирует ввести новые вкусные позиции, которые точно понравятся анапчанам. «Производим мы всю свою продукцию хлебобулочного цеха на натуральной закваске – это ржанно-пшеничные сорта хлеба. Замес теста у нас производится тоже на машинах двухскоростных. Потребительские свойства продукции при этом улучшаются. Это хранение, это крошливость мякиша уходит. Мы стараемся для своих покупателей сделать все очень вкусно». Высокую оценку качества продукции дают не только анапчане и гости курорта, но и крупные эксперты. Анапский хлебокомбинат был удостоен знаков качества 100 лучших товаров и сделан на Кубани. А батон нарезной был признан одним из лучших в стране. По оценке, оно российская система качества. «Мы стараемся работать для всех наших покупателей. Мы их очень любим, наших клиентов. Мы стараемся угодить. У нас очень широкий ассортимент на любой вкус. У нас есть и белковые торты, у нас есть и масляные, есть и сливочные. На мой взгляд, мы охватываем практически весь сегмент, чтобы люди были довольны. И мы стараемся, чтобы каждый, кто приходит в наш магазин, выбрал то, что ему нравится». Перед Новым годом хлебокомбинат порадует анапчан праздничными тортами. Новогоднее оформление – обязательный атрибут лакомства. Кстати, кондитеры могут оформить торт согласно пожеланиям покупателей. Чтобы сделать заказ, можно позвонить по телефону 456-22. Анапский хлебокомбинат, а также один из магазинов предприятия, расположены по адресу. Улица Астраханская, 102. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Попов, Анапа-Регион. На этом наш выпуск подошел к концу. Напомним, посмотреть сюжеты можно на сайте anaparegion.ru или в социальных сетях, в том числе и в Телеграме, если вести поиски новостей Анапы. А я прощаюсь, до следующей недели. Хороших вам выходных!